20 августа около 22 часов во время несения службы на территории одного из дачных товариществ в Тахтамукайском районе внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль ВАЗ-2107. В ходе общения с водителем инспекторы усмотрели у 66-летнего местного жителя признаки алкогольного опьянения. Затем в ходе составления административных протоколов мужчина попытался скрыться и убежал в сторону своего домовладения. Продолжая противоправные действия, нетрезвый водитель, используя как предварительно установлено охотничье ружье, осуществил выстрел в сторону патрульного автомобиля, после чего совершил наезд на него на личном транспорте. Вскоре мужчину задержали. Дальнейшей проверкой установлено, что правонарушитель более 25 лет находился в федеральном розыске за МВД по республике Северная Осетия Алания по статье 102 УК РСФСР «Умышленное убийство при встречающих обстоятельствах. В настоящее время он водворен в изолятор». На основании собранных сотрудниками полиции материалов Тахтамукай с межрайонным следственным отделом СУСК РСФСР возрождено уголовное дело. В этот же день вечером в дежурную часть отдела МВД России по городу Майкопу поступила информация о том, что в приемное отделение республиканской больницы с огнестрельными ранениями доставлен 37-летний местный житель. В целях установления всех обстоятельств произошедшего на место незамедлительно прибыла следственная оперативная группа. В ходе проведения неотложных оперативных и разыскных мероприятий стражи правопорядка выяснили, что накануне госпитализации, находясь на застолье, у потерпевшего произошел конфликт с 64-летним майкопчанином. В дальнейшем подозреваемый вернулся с принадлежащим ему охотничьим ружьем и выстрелил в оппонента. Оружие изъято. По факту покушения на убийство следственным отделом по городу Майкопу СУСК России по республике Адыгеев возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. В настоящее время фигурант содержится в изоляторе. Следствие вышло с ходатайством в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств. Сотрудники полиции Адыгеев осуществляют его оперативное сопровождение. Перед началом учебного года госавтоинспекции во всех муниципалитетах продолжаются проверки технического состояния школьных автобусов, а также соблюдение требований групповым перевозкам детей. Так, сотрудники ГИБДД проверили исправность ремней безопасности, работоспособность тахографов, систем ГЛОНАСС, укомплектованность аптечками и средствами пожаротушения. Особое внимание полицейские уделили водительскому составу. Среди провели беседы о правильном поведении ребят в школьном автобусе и неукоснительном соблюдении дорожных правил. Кроме того, госавтоинспекции Адыгеев на территории республики проведено профилактическое мероприятие «Детское автокресло». Выявлено 64 нарушения правил дорожного движения, в том числе 30, связанных с перевозкой детей без удерживающих устройств. Следствием полиции Тахтамукайского района возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Дагестана. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК России, мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере. Основанием для принятия процессуального решения послужили материалы, поступившие из Управления ФСБ России по республике Адыгея. Следствием установлено, что подозреваемая предоставила документы для оформления страховой пенсии по инвалидности. При этом содержащиеся в них сведения не соответствовали действительности, а также женщина скрыла информацию о фактическом отношении каких-либо заболеваний. В результате данных противоправных действий фигурантка незаконно получила денежные средства в сумме около 500 тысяч рублей. Добавим, что расследование уголовного дела продолжается. Анализ сводок республиканского МВД показывает, что в последнее время на территории Адыгеи регистрируется увеличение числа фактов мошеннических действий, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. При этом практически во всех случаях аферисты разыгрывают отличную от традиционной схему обмана. Для передачи денег теперь стали использоваться еры-посредники. С заявлением об очередном таком случае в учебную часть отдела МВД России по городу Майкопу обратилась 84-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что ей позвонили неизвестные и под предлогом совершения ДТП ее родственницей потребовали 200 тысяч рублей для решения об уводе от уголовной ответственности. Отдельно следует отметить, что в этом случае общение с пожилой женщиной осуществлялось по стационарному телефону. Получив данные и сведения, оперативники уголовного розыска, республиканского МВД и коллеги из городского отдела полиции организовали комплекс специальных мероприятий. В считанные часы по подозрению в совершении преступления стражи правопорядка задержали 21-летнего жителя города Краснодара, который прибыл к Майкопчанке для получения заявленной суммы. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД изобличили в противоправной деятельности трех граждан одного из государств ближнего зарубежья, причастных незаконным операциям с наркотиками. Для задержания подозреваемых полицейские разработали специальную операцию. Автомобиль, на которой отправились курьеры, стражи правопорядка остановили в Майкопе. При осмотре на маке был обнаружен тайник, в котором хранилось 120 пакетиков с порошком. Согласно заключению экспертов-криминалистов МВД по Адыгее, в них находилось два вида наркотиков – около 25 граммов героина и более 14 граммов метадона. Выяснилось, что фигуранты планировали наладить межрегиональный канал поставки в республику запрещенных веществ и реализовать их бесконтактным способом. По имеющимся сведениям, за один день злоумышленники могли разложить не менее 100 закладок. Мужчины задержаны в порядке статьи 91 УПК России и водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.